Всем здарова, мои дорогие друзья! Это обзор телефона HTC Desire 326G Dual SIM. Вот такой вот телефон, вот так он выглядит. Голубая вот такая расцветка. Начнем с камер. Фронтальная камера у нас 2 мегапикселя, снимает в режиме 720p. Задняя камера у нас 8 мегапикселей, снимает видео в 1080p. Так, тут у нас есть качельки громкости и тут же рядом клавиши блокировки. Но мне кажется, это не самое хорошее решение, потому что иногда, когда хочешь уменьшить звук, бывает палец попадает на клавишу блокировки. А динамик здесь находится с передней стороны. Вот это вроде динамик, ну обычный динамик, а это разговорный вроде бы динамик. Так, давайте его включим. Сейчас введу пароль. Ну короче, телефон стоит в рублях, сейчас скажу сколько. Около 8000 рублей, я обязательно, это 100% в описании будет ссылочка, можете посмотреть в магазине этот телефон. Также подробные характеристики, все будет в описании. Так, я не знаю. Давайте посмотрим, какой тут Android. Android 4.4.2. KitKat. Так. Сейчас мы зайдем по-быстренькому. Вот телефон я. Версия 4.4.2. KitKat. Ну вот, телефоном я попользовался. Мне не нравится только его дизайн. Достаточно он дебильный. Иногда, когда в темноте его пытаешься взять, я часто его держу. Ну, беру не так. Потому что он как бы с обеих сторон одинаков. А в темноте ты не разглядишь тут вот эту надпись HTC. И я распознаю только, ну, какой стороной брать, только по камере. Потому что когда палец попадает, понимаешь, что камера должна быть сверху. Все последние игры он нормально тянет. В Antutu вроде 20000 баллов он набирает. Не знаю. Давайте попробуем прямо сейчас установить. И проведем тест. Я буду говорить. А сам телефон будет... Так. Ну, пусть пока что устанавливается. Телефон все хорошо тянет. Экран, мне только его не нравится. И дизайн. Достанец приложения. Какая-то ошибка дебильная. Я не знаю, что это за хрень. Извиняюсь, я не подготовился. Заранее. Я знаю, что надо было это все установить. Решить все эти сраные проблемы. Так. Я не знаю. Может быть, мне сейчас взять... Ну, насчет зарядки. И как видите, я уже снял его с батареи. Ну, он полностью у меня зарядился. Я уже 3 минуты снимаю. И ни один процент еще не сел. Зарядки хватает где-то на часа 4, я думаю. Так как я сидел и разряжал его полностью. Было дело. Ну, вот дизайн этого HTC. Стоковая прошивка. Что еще сказать об этом телефоне? Экран. Насчет экрана он мне не нравится, потому что он... Выцветает. Я не знаю. Он не выцветает. Мне он... Неприятен глазам. Я не знаю. Можешь убрать яркость. Сейчас посмотрю. Вот я убрал яркость. Вроде бы нормально, потому что я всегда сижу на мелкой яркости. Мне уже непривычно с большой сидеть. Да, я точные характеристики его не говорю. Да, я их не знаю. Давайте посмотрим. Сейчас посмотрим, какие у него характеристики. Просто я особенно не готовился, я уже это говорил. 7600 рублей. Если спросить, стоит брать этот телефон, я думаю, стоит. Телефон реально неплохой. У меня, кстати, упал недавно. Очень сильно, очень сильно упал. Вроде бы все работает нормально. Процессор 4-ядерный. Каждое ядро по 1200 мА, то есть мегагерц. Вроде бы неплохо. Ну да, около 20000 в Antutu выдаст. Это неплохо, в принципе. Но все равно это уже бюджетно и считается. 146 грамм. Он очень легкий, кстати. Емкость аккумулятора 2000 мАч. Достаточно мало. Но если сидеть на минималках, на херовой яркости, то достаточно много можно просидеть. Разрешение из дисплея 854 на 480 мегапикселей. То есть, не знаю, как сказать, пикселей на дюйме, я точно не знаю. Диагональ 4.5. Но он достаточно большой. Я не знаю, с чем его сравнить. Но он достаточно большой. Ну все, в принципе. Я могу камеру сейчас показать. Немножко непривычно у него. Мне кажется, лучше взять и установить какой-нибудь лаунчер. Потому что лично мне не нравится вот этот вот его стандартный лаунчер, который стоит изначально. Так, сейчас камеру надо показать. Не знаю, что сфоткать. Что-то увеличено тут сейчас. Что-то она лагает, эта камера. Я не знаю, почему, но она лагает. Как видите, я поворачиваю. Не знаю, может из-за света такого. Я не знаю, что сфоткать. У меня тут коробка мегапон лежит. Так, сейчас я сфоткаю. Сейчас я яркость включу. По звуку я точно не знаю, наверное. Не смогу сейчас показать вам звук. Ну вот, вот такая вот камера. Вроде бы неплохая. 8 мегапикселей, дает о себе знать. Камера действительно хорошая. Фронталка 2 мегапикселя, я уже говорил. Так, это все очищается и освобождается память. Ну, в принципе, все, друзья. Это был обзор телефона HTC Desire 326G. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Всем до сих пор. Всем пока.